Вертолёт для борьбы с пожарами планируют привлечь в Западно-Казахстанскую область. Об этом сообщили представители ДЧС на совещании в Экимате региона. Противостояние стихии и усиление мер по борьбе с пожарами, а также обеспечение безопасности на воде стали главными темами обсуждения. Подробности в сюжете. Размещение вертолёта для оказания экстренной помощи в Западно-Казахстанской области предусматривает создание специальных условий. Специалисты отмечают, что должны быть оборудованные места для посадки, транспортировки и стоянки вертолёта, а также обеспечен надлежащий уход. Министерство готово предоставить необходимый воздушный транспорт, отметили в ДЧС. На данное время мы проводим работы по обследованию территории. Если будет найдено место, то мы будем готовы взять вертолёт для борьбы с пожарами. В настоящее время в регионе актуальным остаётся и вопрос открытия официальных пляжей на озере Шалкар в Теректинском районе. Кроме того, в Ахжаикском, Жангалинском, Касталовском, Каратубинском, Сырымском и Чингерлавском районах нет ни одного официального пляжа. Это означает, что в других районах существует высокий риск трагедии на воде. Даже в Уральске всё ещё ведётся подготовка мест для купания. На данный момент после осмотра мест купания нужно будет установить 28 знаков, так как сейчас эти знаки повреждены. Для этого государство занимается закупкой специальных знаков и их установкой. За истёкший период текущего года на территории области зарегистрирован один лесной пожар площадью 7,7 гектар и 10 степных пожаров площадью 78,5 гектар. В связи с сильной жарой Акимобласти поручил усилить меры предосторожности. В настоящее время на вооружение территориальных подразделений Департамента по чрезвычайным ситуациям находится 197 единиц техники. Но имеется нехватка 81 единицы. При этом существующая техника изношена. Альбина Жекенова, Айбула Джагапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.